Всех приветствую! Продолжаем путешествие по книге Великий музей мира Описание работ художников и скульпторов Глава Тутанхамона на цветке лотоса Долина царей, гробница Тутанхамона 18 династия, 1323 год до н.э. Дерево, штукатурка, роспись, высота 30 см На этом скульптурном изображении Глава Тутанхамона показана на цветке лотоса Помещенном на основании Оно голубое, олицетворяет среду, где растут цветы В Египте было известно два вида лотосов Белые и голубые Форма его утонов и цветков Была частым декором архитектурных композиций Лотос нередко являлся подношением Для умерших Почитание лотоса связано с его природными свойствами На закате цветок закрывает свои лепестки И скрывается под водой А на рассвете раскрывается вновь Вместе с лучами восходящего солнца Вследствие этого лотос ассоциировался С возрождением и солнечным богом Появляющимся на небосклоне после своего ночного путешествия Способность цветка к возрождению Отожжена в заклинании Представленном в одной из клав книг мертвых Знание которого позволяло умершему превратиться в лотос И легче путешествовать по загробному миру С лотосом изображались и боги Так в частности хор дитя В одной из версий появился на цветке лотоса Божеством лотоса считался Неферту Корона которого состояла из его пучков Появление такого предмета в гробнице Тотанхамона Глубоко символично И отражает главную цель строительства погребального сооружения И снабжения умершего вещами Которые окружали его при жизни Возможность воскрешения Вот такое описание к работе Голова Тотанхамона на цветке лотоса 1323 год до н.э. Текст по книге Великий музей мира Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok